Вопрос из по вопросам о том, что «Институт правовое поле» Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эфир телеканала «РГВК Дагестан» продолжает правовое поле. 1 мая президентом страны подписан закон о внедрении системы электронных листков нетрудоспособности. С 1 июля в нашей стране должна заработать система электронных больничных. Обо всем подробно в ближайшие 25 минут мы говорим с адвокатом коллегии адвокатов Бакиль Халимат Алигаджиевой. Здравствуйте, Халимат. Здравствуйте. Этот закон ждали еще с прошлого года. Как вы думаете, в чем его главная польза? Да, ждали его с прошлого года. Но немножко поправлю, как говорится. Еще с 2014 года он, в принципе, был введен уже в действие как пилотный проект, в частности, в Московской области, в Астраханской области. И очень даже оправдал себя в плане перехода к пользе. То есть это огромная экономия средств получается. То есть государство и бюджет экономят на бумажные носители больничных листов. Также максимальная процедура проверки подлинности больничных листов упрощается. И в любом случае проверка, доступ к электронным базам. Это все очень положительные отзывы нашли именно в правоприменительной такой практике. Нам пользы достаточно. Получается, что предусмотрены определенные изменения и для контингента медицинских учреждений, и для работников, и для самих работодателей. Вот для самих лечебных учреждений. Вот в идеале для внедрения такой системы в организациях, которая имеет право выписывать больничные листы, правильно, ведь им лицензия для этого нужна. Им нужно будет установить компьютеры, электронные цифровые подписи. Ну я думаю, сейчас в принципе медучреждения у нас оснащены достаточно компьютерной системой. В основном для того, чтобы внедрить и запустить этот проект, будет создана автоматизированная система. Оператором будет выступать фонд социального страхования. Это все делается для того, чтобы медучреждения, фонд социального страхования, работодатели имели одну общую базу. Ну соответственно, законодатель, когда вносил данный законопроект и запускал его, он исходил в том числе и из оснащенности автоматизированной системы. Уже исходя из того, что все-таки медучреждения у нас тоже достаточно в ногу шагают со временем. Я думаю, мало найдутся таких учреждений, где и отдел кадров, и сама клиника. Они оборудованы компьютерами, автоматизированными системами, интернетом и прочим. Потому что сейчас в ногу со временем все шагают. Я думаю, в этом проблем как раз таки не усмотрел никто. И, значит, лицензия, она, если в этой части, она сопровождает именно вот как бы право, да, вот этих медучреждений и так далее. Для того, чтобы, в первую очередь, защитить самих работников и фонд социального страхования, чтобы имел доступ к той системе, которая защищена, да, и которая уже, как говорится, прошла все соответствующие проверки и подключена к общей системе. То есть вот в этих целях как бы все это предусматривается. А как вы думаете, как на практике? Вот обратился соответствующий работник за медицинской помощью, к примеру, даже находился на стационарном лечении. В последующем ему, значит, нужно будет оформлять больничный. А как это? Высказывается даже такие мнения, что он ему на флешку скинут, и он с флешкой придет к работодателю? Нет, не совсем так, конечно, не на флешке, никак не нужно будет. В общем, вот заболел, допустим, работник, да, ложится он в стационар, и ему своего рода личный кабинет открывается и присваивается номер электронно-больничному листу. Предусмотрено так. При возврате на работу, значит, работник сообщает работодателю лишь номер больничного листа, который ему сообщили предварительно. А со стороны медучреждения, значит, они в этой автоматизированной системе будут уже заполнять больничный лист, соответственно, значит, соблюдая все вот эти параметры и так далее. Они будут скреплены, скажем так, заверены квалифицированными электронными подписями. Это самого медучреждения, да, в лице, допустим, там, главврача, вот, и обязательно лечащего врача, то есть две подписи. Поэтому здесь нет такой необходимости с флешками куда-то ходить, бегать. То есть достаточно, придя на работу, назвать просто номер электронного, значит, больничного листа, и работодатель будет иметь доступ в общей автоматизированной системе, проверяя по номеру, и действительно удостовериться в том, что человек проходил в конкретном медучреждении, проходил, значит, соответствующее лечение. И по расчету по времени, значит, по новым расчетам будет получать соответствующее пособие. Один из основных аргументов в пользу данного законопроекта как раз высказывался тот факт, что бумажные носители часто можно поделать, а вот эту систему и соответствующие электронные больничные нельзя будет поделать. Нельзя поделать, потому что как раз таки вот лицензирование, да, доработка вот этой всей программы, системы, она фактически исключает какую-либо поделку. Потому что за это отвечает само медучреждение, это общая электронная база. То есть, ну, конечно, мы от хакеров там и тогда не застрахованы никак, у нас все что угодно можно придумать, но это все очень легко проследить, очень легко выявить, нежели там, чем с теми же бумажными больничными листами. Поэтому здесь, да, большие плюсы в этом плане. Определенная статистика по бумаге и нарушениям, связанным с подделкой больничных есть. За прошлые годы выявлено около 4 тысяч поддельных листков нетрудоспособности и более тысячи уголовных дел, сотни административных, штрафы до 30 тысяч рублей. Кто-то даже потерял работу. На самом деле, вот, Фонд социального страхования, Министерство труда вот такие данные предоставляет, что, оказывается, этот рынок довольно-таки насыщен. Насыщен такими нюансами, такой практикой. Хальма, а что будет с бумажными носителями? Их будут отменять? Ну, смотрите, давайте, чтобы нашим телезрителям тоже было более понятно, да, вот с июля, с лета 2017 года уже, значит, будет введен в действие данный закон, да, данная процедура. Но ради справедливости надо сказать, что это все не будет так сразу, вот, отрезали бумажные больничные листы, и сразу переходим к, значит, электронным больничным листам. То есть предполагается плавный переход? Предполагается плавный переход, безусловно. И более того, значит, предусмотрен такой порядок, что на первоначальных этапах будут даже брать согласие работников. То есть на то, чтобы он с бумажных носителей дал согласие на оформление больничных листов на электронном носителе. То есть все это будет планомерно идти. Естественно, со временем, то есть это, значит, может быть, через год, через два года, то есть в течение определенного количества времени уже, когда большинство работников по согласию и так далее перейдут на электронную базу носителей, то в этом случае необходимость уже по бумажным, значит, больничным листам уже просто отпадет, не будет. Поэтому это все планомерно будет вводиться, и планомерно будет, значит, по этому поводу законодатель рассчитал именно так. То есть стресса, шока ни для работников, ни для работодателя в этом не предвидится. Здесь, наверное, еще один аргумент «за» нужно будет сказать. Вот мне приходит на вскидку голову о том, что когда заполняется больничный лист, лечебное учреждение часто допускает ошибки в названии организации. Иногда требует справку с места работы для того, чтобы там, не дай бог, в какой-нибудь букве не ошибиться. Либо оставляют это поле незаполненным, отдают работодателю, потому как ошиблись в одной букве, там уже и вопросы. Да, не допускаются, мы знаем, что на бумажных носителях никаких подчисток, никаких исправлений, никаких, значит, каких-либо таких вот недочетов, да, и в этом случае больничный лист просто не будет оплачен. А здесь, на электронном носителе, когда общая автоматизированная база, и есть, значит, конкретно, значит, наименование работодателя, наименование работника, медучреждения, то есть все сглажено, в принципе, слажено. И здесь, конечно, такие ошибки такого рода тоже исключены. Это тоже один из плюсов именно такой системы электронных билетов. Но мы пока не знаем, как чисто физически будет выглядеть электронный листок нетрудоспособности. Будет ли такая же форма, как бумажная? Ну, я думаю, мы можем предполагать, да, я думаю, что соответствующие приказы и так далее, законодатель и далее будет все это дорабатывать. Ну, думаю, основные параметры. То есть, если, значит, необходимо, то есть количество дней, обязательно, да, информация, работник, работодатель, все данные анкетные, да, и медучреждение, в котором он проходил. Вот, я думаю, что будет скрыт диагноз, по которому он болел, потому что это все-таки личные данные. Конфинансальная информация. Да, конфинансальная информация. Поэтому, и я думаю, в этом плане вот та информация, которая необходима для начисления, значит, пособие по ходу за больным или по больничным листам, они будут, значит, вот все это будет предусмотрено, именно вот необходимая информация. Вы знаете, Халимат, у большинства представителей кадровых служб больничный лист ассоциируется в первую очередь с черной гелевой ручкой. Уж сложилась такая практика. Достаточно серьезные правила заполнения бумажных носителей, бумажных больничных листов, предусмотренные правилами, в частности, Минздравсосразвития, написано, что больничный лист должен заполняться только черной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой. Что такое капиллярная и перьевая ручка, я вообще не знаю. Вы знаете, мне даже вот встречалась даже практика такая, да, когда вот эти вот всякие вот недочеты там и так далее явились основанием как злоупотребление правом, то это не действительно больничный лист, вот именно со ссылкой на вот эти приказы Минздравсития. Что сказал суд? Суд сказал, что суд стал на сторону работодателя. Работодателя, да, и в большинстве случаев, то есть здесь практика такая, что вот почему-то стоит на сторону именно работодателя, так как вот не соблюдена элементарно, значит, процедура заполнения, в том числе вот та же злосчастная гелевая ручка, так сказать, черного цвета. То есть вот, к сожалению, это и есть. А все это будет исключено при вводе именно больничных листов на электронных носителях, да, электронных больничных листов. То есть здесь, как говорится, никаких гелевых ручек нам и не понадобится. И не нужно больничных. Давайте, наверное, тогда трудовой аспект больничных тоже обсудим. Вот ситуация, когда человек заболел, должен ли он заранее, вот уже, скажем так, в первые дни болезни, когда он обратился в медицинское учреждение, должен ли он уведомить об этом работодателе, либо в последующем принести бумажный, либо, как будет с 1 июля, электронный больничный будет достаточным. Смотрите, здесь, в принципе, ничего и не поменялось, я должна сказать. В любом случае, когда работник не выходит на работу, он должен уведомить об этом работодателя, да, для того, чтобы и замену ему нашли, и для того, чтобы не стоял вопрос об уважительности пропуска, да, там, и так далее. То есть более 4 часов он не должен отсутствовать без уважительной причины. В любом случае, у нас и мобильная связь, и связь с работодателями, я думаю, сейчас в этом проблеме нет никаких. То есть если вы все-таки работодатель, работник, вернее, позволит себе не уведомить, да, надеясь на то, что это все-таки уважительная причина, он потом подтвердит это больничным листом, я думаю, что он, безусловно, столкнется с некоторыми проблемами. В частности, вот и судебная практика говорит о том, что очень суды жестко применяют, вот статью 10, где, значит, расценивают данный факт, как злоупотребление правом со стороны работника. То есть у тебя была реальная возможность предупредить работодателя, ты этого не сделал, а потом по факту приносишь больничный лист. То есть в этом случае тебе просто могут по меньшей мере, да, просто отказать в выплате пособия, значит, по болезни, а в большей степени, если станет вопрос о, значит, увольнении, ну, уже смотря там, кто что докажет, да, то есть спор даже может вылиться вот в такое русло. Поэтому здесь негативные последствия, они достаточно весомые, лучше, конечно, предупредить, потому что это заложено и в трудовом кодексе, и во всех приказах, здесь лучше не злоупотреблять правом, предупредить и уже проходить свое лечение, а потом предоставить соответствующий, если вот мы переходим к электронным, да, больничным листам, номер больничного листа, и, значит, в общей базе все это будет сидеть и будет оплачено по той схеме, которая сейчас, значит, выведена, опять-таки, по новым расчетам, как говорится. Кстати, вот здесь тоже интересный момент, как на практике будет он реализован, пока непонятно. То есть, допустим, если работнику уже заведут электронный больничный, и он даже предупредит он работодателя, не предупредит, работодатель уже в личном кабинете, наверное, сможет видеть, что один из его работников находится... Открыт больничный лист, да. Это тоже упрощается, но в любом случае, я думаю, законодательно это тоже будет закреплено, потому что мы идем вперед, да, раз есть такие нововведения, то есть, соответственно, эти нюансы тоже будут урегулированы. Но пока таким образом, то есть, все-таки лучше предупредить. Не так, чтобы работодатель сам, значит, входил в личный кабинет и проверял, что с его работником, может, он болеет, а может... Но это, ну, мы понимаем, что это не совсем правильно, и это действительно злоупотребление правом. Лучше, конечно, предупреждать. Халимат, а что говорит судебная практика? В каких случаях какая форма такого предупреждения считается надлежащей? Достаточно ли просто позвонить или, я не знаю, отделу кадров СМС-ку сбросить, либо надо письма писать? Любой, любым доступным способом нужно предупредить. То есть, можно СМС-ку написать, можно позвонить, то есть, это все устанавливается. В отдел кадров официально предупредить, а там уже, как говорится, уже работодатель не должен злоупотреблять правом, соответственно, удостовериться, может проверить в том же личном кабинете, значит, действительно ли это так. И подтверждение, значит, это на моей практике, кстати, было, что у нас работник, жена у него заболела очень сильно, значит, и он с ней первые 4 часа, естественно, мы понимаем, что такое 4 часа, когда человек заболел, очень неожиданно гипертонический кризис был достаточно, потом выяснилось, что там с сердцем проблемы. В общем, человек отсутствовал на работе около 7 часов, то есть, весь день фактически. Он не позвонил никому, то есть, вот проблема в чем была, он не позвонил никому, и дело-то было выиграно, поскольку мы на тот период по трудовому законодательству мы доказали уважительность причины отсутствия, да, то есть, мы предоставили соответствующие сведения, да, и закон дает право, в том числе и по уходу за близким родственником, отсутствовать на работу, это форс-мажорная такая ситуация получилась. То есть, как бы там стоял вопрос даже не об оплате по больничным листам, а об увольнении стоял вопрос, вот настолько жестко. Поэтому здесь, значит, этого всего бы не было, если бы он просто предупредил бы, да, то есть... Один звонок был бы спас. Один звонок, да, и было бы достаточно. То есть, мы эти факторы подтвердить не смогли, только уже по факту уважительность причин стали, значит, оказывать. Поэтому суд стал на нашу сторону, но факт остается фактом. То есть, это было как раз-таки подспорьем для постановки вопроса об увольнении этого работника. Поэтому здесь лучше предупреждать. Для тех, кто только что подключился к телеканалу РГВК Дагестан, это правовое поле. Сегодня мы обсуждаем федеральный закон об электронных больничных. У нас в гостях адвокат коллеги адвокатов Вакиль Халимат Алигаджиева. Халимат, ну, коль скоро мы говорим о больничных листах, наверное, нужно будет напомнить порядок оплаты. Здесь существенные изменения не претерпело, вот эти нововведения. Единственное, что был введен, как бы, стаж, учет стажа работ. То есть, если раньше, значит, это количество дней, когда работник болел, и, значит, за расчет брались два предыдущих года, значит, в расчет брался его средняя заработная плата, за один день вычислялась, и, значит, начислялись больничные. Сейчас к этому будет введен учет еще и его стажа работы. То есть, для чего это делается? Для того, чтобы применить соответствующий коэффициент. Вот если, ну, чтобы телезрителям было более понятно, допустим, на элементарном примере, да, допустим, там, ну, сначала объясню, если вы работали менее пяти лет, то коэффициент применяется 0,6, да, то есть 60% от дневной выручки дохода, скажем так, работник будет иметь возможность возместить. Если, значит, он от пяти, но не более восьми лет имеет стаж, то здесь уже 80% ему, значит, возмещается. И если вы работаете более восьми лет работы, то здесь уже в стопроцентном размере. В полном объеме. В полном объеме, да. Вот, поэтому здесь расчет, он достаточно прост. Это для того, чтобы не заморачивать наших телезрителей. Это элементарно, вот у кого есть доступ к интернету, в принципе, он есть у всех. Значит, калькулятор онлайн расчета по больничным листам, да. Здесь вводятся, значит, данные по количеству дней, когда ты болел, значит, размер заработной платы за два года, и выходит определенный расчет. Ну, и стаж работы вводится, и выходит определенный расчет. Ну, на элементарном примере, если привести, вот, допустим, некий Магомед, работающий там в определенной организации, заболел, имеющий стаж работы, допустим, возьмем 7 лет, заболел он и, значит, отсутствовал на работе там дней 10, допустим, да. То есть в этом случае берется за расчет два предыдущих его года, допустим, он за два года заработал, ну, допустим, усредненно, пусть будет там миллион рублей, да. Значит, делится, усредняется он, то есть два года, это, соответственно, без учета высококосного года 730, делится на 730, и полученная сумма, значит, она умножается на количество дней, когда он заболел, и выходит его, значит, пособие по уходу за больным, то есть или то, что он болел. Вот, и умножается, если вот он, например, 7 лет, да, мы стажа взяли? У него 80%. У него 80%, то есть на 0,8 коэффициент применяется в виде, значит, 0,8. Вот, поэтому вот такие вот изменения у нас имеют место быть. Раньше стаж не учитывался, это вот сейчас как раз-таки новшество. Халимат, а мы знаем, что больничные листы имеют верхнюю планку заработной платы. Несмотря на то, что у работника может быть баснословная заработная плата, ему выдадут больничное пособие только по определенной системе. Так и есть, потому что работник может предоставить сведения о заработной плате за предыдущие два года, причем он может, например, если он по декрету, работница, допустим, отсутствовала, она может предоставить сведения, то есть попросить заименить за любой год, да. И в этом случае, может быть, она была трудоустроена на такой работе, где, значит, ну, скажем так, были баснословные размеры заработной платы, да. Законодатель здесь тоже как бы установил некий лимит, где, значит, за основу берется определенные, ну, верхние пределы, да, верхняя планка. То есть, например, вот если мне память не изменяет, где-то в 2016, в 2015 году, вернее, это было где-то 670 тысяч рублей, в 2016 году это 780 тысяч рублей. В итоге усредненно берется за основу не более 1900 рублей за день, значит, по болезни, да. То есть не более данной суммы, значит, компенсируется работнику. Это тоже важно знать, потому что предоставляя баснословные сведения о заработной плате, значит, работник не может рассчитывать на больше, чем 1900 рублей. А как мы подтверждаем стаж работы? Трудовой книжкой? Трудовой книжкой, значит, отчислениями в НДФЛ, да, то есть наш подоходный налог на физических лиц, он всегда учитывается, это давно уже автоматизировано, то есть любым доступным способом. Справкой того же работодателя, который подтверждает, что ему он действительно был трудоустроен, работал, получал заработную плату, то есть здесь любым доступным путем, скажем так. Ну, кстати, уже давно обсуждают вопрос перехода трудовых книжек в электронный формат. Кто знает, может быть, мы соберемся еще и это, будем обсудить. Я бы еще один момент хотела бы отметить, очень важно, чтобы знали работники, что на первые трое суток будет оплачивать сам работодатель, а последующие до десяти суток будет оплачивать уже фонд социального страхования. Значит, это при тех расчетах, которые вот я озвучила. А свыше одиннадцати суток, вернее, десяти суток, одиннадцатые и последующие, значит, они будут оплачиваться в размере только половины, то есть из базового расчета. Значит, это тоже важно знать, что именно фонд социального страхования берет на себя обязательства по оплате по больничным листам. Хальмата, очень интересное положение закона есть, особенно в этом году, связанное с оплатой больничных листов для тех, кто был уже уволен с места работы. Ну, здесь следует отметить, что, во-первых, оплата больничных листов, она может быть произведена уволенным работникам, если не прошло 30 суток, и он не успел трудоустроиться по другому месту работы. Вот, и, значит, он предоставляет больничный лист по своему старому месту работы. То есть не должно пройти 30 суток. Вот только вот эти моменты. Но еще более интересный момент, если, я думаю, наши телезрители не знают об этом, можно их просветить, значит, тем работникам, которые не работают вообще. То есть здесь основные условия, они должны состоять, соответственно, на учете по безработице в центре занятости. И здесь, значит, если человек безработный заболел, то ему также возмещается. Здесь по его выбору уже, то есть он либо получает свое пособие по безработице, либо обращается с теми же больничными листами в центре занятости, и ему возмещаются, значит, дни, когда он болел. А рассчитывать из какого показателя? То есть из показателя по МРОТу. То есть минимальный размер оплаты труда берется за основу. Который у нас сейчас составляет 7500 рублей. С июля месяца, насколько я помню, 7800. Значит, из этого расчета будут, по той же схеме, что я до этого озвучивала, будет произведен расчет по оплате по больничным листам. То есть здесь тоже защищены, так сказать, не только работающий контингент, также и не работающий контингент, но основное условие, что он стоял по учету по безработице. То есть в центре занятости, чтобы он был на учете. То есть у него будет вариант выбора, получить пособие по безработице, либо на эти дни получить пособие по оплате по больничному листу. Конечно, Халимат, как на самом деле на практике заработает система электронных больничных? Будет ли это удобно работодателю, работнику и самому медицинскому учреждению? Мы сможем сказать только в июле, поживем-увидим, как говорится. Но на самом деле мы должны двигаться вперед, должны применять информационные технологии, должны, наверное, все-таки отказываться от бумаги в пользу неукоснительных сведений, которые можно содержать в системе, можно проверить доступ, который есть у всех трех сторон. Поживем-увидим, посмотрим, как говорится. Спасибо, что приняли мое приглашение на участие в записи сегодняшней передачи. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся в эфире телеканала РГВК Дагестан ровно через неделю. Это было «Правовое поле» и я, Дина Вейгишиева. Знайте свои права. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова